Проект «Народные театры Приморья» под патронажем театра имени Горького и при поддержке правительства Приморского края продолжается. Театры уже вовсю работают в Артеме, Арсении Дальнегорске и вот теперь Спаск Дальний. Открытие планируется к концу 2022 года. Однозначно, народный театр о территории нашего муниципального образования – это определенная точка роста. Однозначно, решение было «да». И несмотря на бюджет, на время, на определенные расходы административные, однозначно «да», потому как у жителей есть возможность самореализоваться, то есть попробовать себя в роли артистов. Кураторами и руководителями проекта проделана огромная организационная и подготовительная работа. Желающих играть на сцене в свободное от работы время в крае становится все больше. Так недавно прошел кастинг актеров для наборов в труппу нового народного театра. Катя завтра, буквально с завтрашнего дня, со среды, начнет уже проводить занятия, репетиции. Это будут определенные тренинги, сначала подготовка, плюс ко всему прочему, мы решили еще сделать добор, так сказать, потому что кто-то не смог. Вот звонили, говорили, что кто-то вчера не смог, не успел, кто-то не услышал. По результатам кастинга и состава труппы была выбрана пьеса для постановки, которая станет дебютной в репертуаре театра. Проснись и пойми к лошадь Ярфаша. История о том, что человек сам творец своей жизни. Почему мы выбираем это название? Почему? Просто думаю, что сегодня определенное настроение среди людей, которые проживают в нашем с вами дне и в нашем с вами времени, хочется не развлекаловки, но хочется выдохнуть, хочется пойти и хотя бы улыбкой согреть зал и тех артистов, которые будут это делать. Отметим, что после Нового года проект Народный театр и Приморья продолжит шагать по краю. На очереди Славянка и Партизанск. Анна Зьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.